Добрый день, коллеги! Мой доклад будет посвящен одному из основных направлений работы группы методов производительного секвенирования геномного центра РНИМУ имени Пирогова, а именно секвенированию экзома при помощи коммерческих обогатительных наборов ШУР-СЕЛЕКТ ОЛ-ЭКЗОН в версии 7 и 8 производством компании Аджелем. Соответственно, как правило, под секвенированием экзома подразумевают секвенирование всех экзонов, белокодирующих генов, которые составляют по разным оценкам от 1 до 2% генома человека. При этом экзом можно назвать наиболее исследованной частью генома человека, так как большая часть геномных вариантов находится именно в нем. За счет относительно малых размеров при секвенировании экзома можно получить значительно большее покрытие по сравнению с полногеномным секвенированием. При этом клиническая значимость экзома всего на 2% ниже по сравнению с полногеномным секвенированием. Также из этого вытекает то, что количество получаемых данных значительно меньше по сравнению с полногеномным секвенированием. Оно дешевле, но при этом чувствительность к генделу является значительным недостатком данного подхода. Для того, чтобы иметь возможность провести секвенирование экзома, в стандартную подготовку библиотек для секвенирования добавляется этап обогащения экзомными регионами. На рынке существует много вариантов зондов от разных компаний, и в рамках нашей лаборатории мы в первую очередь работаем с РНК-зондами от компании Agilent. На данный момент вышла восьмая версия этих зондов, особенностями которой по сравнению с предыдущей версией, и будет посвящен данный доклад. Сначала бы хотелось отметить, что это не первая наша работа по описанию сравнения коммерческих зондов от разных компаний, и ранее были описаны основания перехода на собственный протокол обогащения при помощи зондов Agilent, Shure Select, версия 6. Соответственно, с протоколом можно ознакомиться в указанной публикации. В дизайн эксперимента был организован следующим образом. Для начала было подготовлено 20 геномных библиотек, каждую из которых разделили на два пула по 10, каждый из которых обогатили зондами при помощи, обогатили зондами восьмой и седьмой версии, и провели секвенирование на платформе ngisec-2000, и получили, соответственно, 40 fast-core файлов по 20 на каждую версию зонда. В дальнейшем для каждого образца провели сэмплинг до 50 миллионов прочтений для последующего сравнения. Итак, первым этапом сравнения была оценка пересечения регионов интересов, то есть теоретическая оценка обогащаемых участков с использованием BAT-файлов для разных версий зондов, а также файл кодирующих зонов из базы данных генкодов, версия 39. Соответственно, на диаграммах Вена видно, что абсолютное большинство регионов полностью перекрывается, и, соответственно, разница между восьмой и седьмой версией заключена в основном в тех показателях, которые мы можем наблюдать уникальными для этих зондов. Соответственно, также на данном слайде представлено распределение длины отличающихся участков. Розовым цветом показаны длины участков и их количество, которые присутствуют в восьмой версии зондов, но при этом отсутствуют в восьмой. Соответственно, голубым показаны обратные участки, то есть те, которые представлены в восьмой версии и отсутствуют в седьмой. Таким образом, мы можем заметить, что большая часть отличающихся участков, которые представлены в седьмой версии, являются достаточно короткими и представлены длиной от 1 до 10 нуклеотидов, что может свидетельствовать о множественных точечных переработках или уменьшении длины отдельно взятых зондов. При этом при переходе в логарифмическую шкалу и при рассмотрении наиболее длинных участков можно заметить, что в первую очередь здесь представлены участки, которые находятся именно в восьмой версии зондов. То есть, вероятно, это свидетельствует о добавлении в обогатительную панель части экзонных участков, которые были неизвестны, либо не находились в базах данных на момент создания седьмой версии зондов. Соответственно, сравнение уникальных фрагментов длиной более 30 нуклеотидов уникальных регионов из седьмой версии и восьмой версии зондов показало, что пересечение для восьмой версии зондов с базой данных GENCODE значительно выше, чем пересечение между старой версией этих, старой версией зондов. И, соответственно, для другой базы данных было обнаружено похожее явление, однако здесь оно представлено не в абсолютных значениях, а в относительных. То есть для восьмого региона у нас большее пересечение, больше двух третий уникальных фрагментов пересекаются с базой данных REFSEC. Итак, переходя к составу прочтений, они были выровнены на 19-ю сборку человеческого генома при помощи БВАММ, и дальше затем при помощи Пикарда были собраны статистики по выравниванию и по качеству прочтений. Соответственно, все прочтения были разделены на четыре группы. Те, которые покрывают целевые участки, те, которые их не покрывают, дубликаты и невыровненные прочтения. Соответственно, никакой разницы статистически значимой между невыровненными прочтениями и прочтениями, попавшими на целевые участки, выявлено не было. При этом для восьмой версии зондов было выявлено большее количество дубликатов, но при этом меньшее число прочтений, которые бы попадали за пределы целевых участков. Наиболее вероятно, что это связано с тем, что за счет уменьшения общего количества таргета, соответственно, количество дубликатов выросло, и при этом офт-таргет снизился. При сравнении зондов покрытия показалось, что в среднем, начиная с покрытия X10 до покрытия X50, наблюдается больше процентов покрытых участков для зондов версии 8. При этом при переходе к покрытию X100 наблюдается ровно противоположная картина. И связано это, скорее всего, с тем, что за счет новой версии зондов как раз произошло сужение пика покрытия, то есть у нас меньше в прочтениях представлены участки либо перепокрытые, либо недопокрытые. И, таким образом, полнота прочтения больше у зондов 8-й версии, чем у зондов 7-й версии. И, соответственно, дополнительной метрикой, которая также статистически значимо отличалась, это была метрика Fold80, которая отражает кратность избыточного покрытия, необходимого для того, чтобы 80% оснований из целевых участков с ненулевым покрытием повысили свое покрытие до среднего уровня. То есть, переводя на более понятный язык, таким образом, при использовании V8-х зондов нам нужно меньше раз досеквенировать образец так, чтобы среднее покрытие 80% оснований из целевых участков было равно среднему. Также значительные изменения были выявлены в дисперсии метрики ATDropOut. Это мера, которая показывает, насколько недопокрыты относительно среднего значения участки, в которых наблюдается соотношение GC-пар менее чем 50%. Ну и таким образом, GC и ATDropOut являются противоположны по своей сущности и отражают процент от общего числа прочтений, которые должны были быть выровнены на регион с соответствующим GC-составом, но при этом по каким-то причинам этого не сделали. И мы можем наблюдать таким образом, что следствием оптимизации стало значительное снижение разброса как раз по этому показателю. Следующим этапом было проведение поиска вариантов, а именно CNV и INDEL в последующей фильтрации по качеству и глубине прочтения. Замечено, что за счет большего размера таргета у нас выявлено в образцах сделанных восьмой версии зондов больше вариантов, однако при поиске вариантов в только пересекающихся участках выявлено на 3,8% статистически значимо больше вариантов, которые располагаются в этом таргете. Таким образом, выявленное различие в себя включают следующее. При переходе от седьмой к восьмой версии зондов было исключено около 2,5% регионов, при этом 1,5-1,15% включены. Вероятнее всего, это связано с обновлением баз данных и о том, что подразумевает под собой экзон. Также изменилось число уникальных фрагментов длиной больше 30 нуклеотидов, как раз, что опять же связано с апдейтом информации в базах данных. При этом для одинакового количества прочтений, полученных для образца, для V8 покрытие большего процента таргетных регионов получилось равномернее и выше, что свидетельствует о большей полноте покрытия. Также было выявлено больше вариантов на пересеченном таргете между седьмой и восьмой версией, и больше вариантов было выявлено именно в восьмой версии. И, соответственно, выявлена разница в распределении покрытия АТ-богатых участков, которая, вероятнее всего, является как раз-таки следствием оптимизации, но не ее основной целью. В общем, спасибо за внимание. Готовы ответить на любые вопросы.